Вести Карачаева Черкесия Инклюзивная программа будет реализована в Республике этим летом. Фильмы представителей Карачаева Черкесии вошли в шорт-лист кинофестиваля «Кинокавказ-2022». И в Республике открылась Первая академия единоборств. Далее об этих и других темах подробнее. Имена 180 фронтовиков, выходцев из аула Жакоха Бесского района, увековечены на мемориальном комплексе, который возвигнут на территории местной средней школы. На нем высечены имена не только 116 аульчан, погибших на войне, но и 73 вернувшихся с фронта бойцов, которые, успев внести свой трудовой вклад в развитие республики, в послевоенное время покинули этот мир. Это поколение – наши отцы, деды, прадеды, которые прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, защищая мир от фашизма, как никто другой достойный народной памяти. Они и их подвиги живы, пока их помнят и чтут. Особенно это актуально сегодня, когда нацизм вновь поднял голову и начал, не стесняясь, угрожать нашему государству с высоких трибун, нещадно переписывать страницы истории, умолять великие подвиги наших ветеранов на боях сражений, подчеркнул на торжественном открытии председатель Народного собрания Республики Александр Иванов. Ветеран Великой Отечественной войны, прославленный житель Карачаева-Черкесии Хамид Абулович Канаматов отметил День Победы на Красной площади в Москве в числе десятков других фронтовиков-освободителей. Он стал участником ежегодной акции «Живи и помни» для ветеранов Великой Отечественной войны и воспитанников детских домов. Это было мое место, а я с удовольствием приехал в своей Карачаево-Черкесии с главного храма великолепной Красной Армии, ныне Российской Армии. Я большой привет передаю всему своему Карачаево-Черкесскому народу, всем кавказцам, всем республикам, от меня лично, как от победителя сегодня живого. Я горячий, настоящий солдатский привет посылаю всем. Наш подарок великому народу России, подарок – это мир. Подарили мы 77 лет тому назад. Вот за этот мир мы и сегодня боремся. В Карачаевске появилась Аллея памяти и славы Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева, студенты, сотрудники и жители города высадили сакуру вдоль территории университета. Были также установлены информационные стенды в память о славных страницах истории города и образовательного учреждения. Информацию комментирует ректор университета Таусултан Узденов. Я думаю, что долгие-долгие годы эта цветущая аллея будет радовать нас, наших горожан и гостей, будет напоминать нам о былой славе, о настоящей славе, о будущей славе нашего города, республики и нашего университета. Более 12 тысяч детей из Карачаева-Черкесии смогут отдохнуть в этом году в пришкольных и оздоровительных лагерях на территории республики. Благодаря отмене антиковидных ограничений в этом году в лагерях планируется стопроцентная загруженность. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Начало летней оздоровительной кампании мы планируем на 1 июня. В течение лета будут организованы 5 или 6 смен продолжительностью по 14 дней. И в загородных лагерях у нас их будет 6. Плюс мы запустим работу лагеря палаточного типа. И остальные детки у нас будут отдыхать, как всегда, летом в школьных лагерях. Планируем охватить, я думаю, чуть больше 12 тысяч детей в этом году. Министерство образования и науки Карачаева-Черкесской республики по приказам об обеспечении комплексной безопасности в школьных лагерях дневного пребывания в целях обеспечения этой безопасности начальника муниципальных органов управления образованием предписывает создать условия для безопасности жизни и здоровья детей. До 29 апреля в школьных лагерях у нас будут проведены все мероприятия по устранению тех предписаний, которые выдвинули контрольные надзорные органы. Карачаева-Черкесия стала одним из 22 регионов России, где в нынешнем году на базе ДОСААФ начнет работу круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В центре будут проходить пятидневные учебные сборы, участники которых будут познавать основы военной службы. Ожидается, что к учебным сборам будут привлекаться старшеклассники, а также учащиеся колледжи и профтехучилищ. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Центр будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, конечно же, затем, помимо этого, это подготовка к военной службе, также, помимо этого, развитие способности технического и художественного творчества, также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие. Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе, и целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачаево-Черкесии Рашиной Борисовичем Тимрезовым, это минимум 900 человек в год. Это школьники Карачаево-Черкесской республики 9-10 классов, чтобы принять участие в деятельности учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» на территории Карачаево-Черкесской республики, именно с точки зрения школьника. Механизм следующий. Первое. Управление образованием районов, муниципальных районов и городов Карачаево-Черкесской республики направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард». Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс. Первая на Северном Кавказе школа креативных индустрий откроется в Карачаево-Черкесии при содействии Министерства культуры. Об этом рассказал министр культуры региона Зураб Агербов. В рамках школы креативных индустрий в первую очередь учиться будут дети, школьники, талантливые, способные к различным видам современных искусств. И мы будем их обучать, как овладевать навыками, которые сейчас востребованы на рынке. Инклюзивная программа будет реализована в Карачаево-Черкесии при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В течение трех летних месяцев дети и подростки, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, будут создавать творческие продукты, попутно познавая мир, традиционные российские ценности, через знакомство с современной российской литературой, через мастер-классы с писателями и журналистами, художниками и фотографами, а также мастерами декоративно-прикладного искусства. Фильмы представителей Карачаево-Черкесии вошли в шорт-лист кинофестиваля «Кино Кавказ-2022». Это работы Артура Кинчишаова и Баладжан-Джукаевой «Мундир» и «Дед». Фильм «Мундир» рассказывает про двух молодых воров, которые проникают в квартиру ветерана и забирают с собой его китель с орденами, чтобы продать на черном рынке. Но со временем к одному из них приходит осознание, что значит война и через что прошли наши прадеды. А кинолента «Дед» Баладжан-Джукаевой рассказывает об образе ее родного деда. Всего в текущем году претендентами на участие в кинофестивале стали 360 молодых кинематографистов из 58 регионов России и 17 зарубежных стран. Военные песни на языках народов республики прозвучат в рамках проекта «Фронт-Офф. Жизнь за пределами войны». Принять участие в нем смогут дети от 12 до 16 лет. Конкурс продлится до 1 июня. Подробности сообщила начальник информационного отдела Государственной филармонии Республики Динара Карданова. В конкурсе могут принять участие школьники и молодежь в 12-16 лет. Они должны перевести одну из военных песен, кроме «Темной ночи» и «День победы», на один из четырех субъектов образующих языков Карачаево-Черкесской республики, Карачаевский, Чуркесский, Абазинский или Ногайский и направить чекст на электронную почту. Эти две песни будут переведены нами и они будут завершающими песнями концерта. Их будут петь на всех пяти субъектов образующих языках. В результате конкурса будут выявлены 8 победителей, которые смогут принять участие в завершающем концерте проекта и спеть в дуэте с популярными артистами Карачаево-Черкесской республики, солистами Государственной филармонии. Конкурс уже объявлен, проводится с 14 апреля до 1 июня. Результаты конкурса будут объявлены на официальном сайте Государственной филармонии. На 23,5% снизилось количество ДТП в Карачаево-Черкесии по итогам прошлого года. Однако вопрос снижения дорожно-транспортного травматизма все еще остается актуальным в республике, отметили на состоявшемся заседании комиссии по безопасности дорожного движения. По словам директора Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Анзора Охтова, с целью сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП, подготовлены медицинские работники, участвующие в оказании первой помощи. Приобретен дополнительный автомобильный транспорт для сокращения времени прибытия экстренных медицинских служб на место аварии. Кроме того, созданы пять травматологических центров второго уровня повышенной готовности и разработана схема маршрутизации пострадавших при ДТП. Мошенники придумали новый способ обмана. По данным МВД по Карачаево-Черкесии, преступники делают рассылку в мессенджерах от имени популярных торговых площадок, обещают выгодные предложения в виде крупных скидок на товары. В сообщении предлагается перейти по ссылке, чего категорически делать нельзя. Подобная ссылка переведет на сторонний сайт, созданный мошенниками, и очень схожа с настоящей легальной торговой площадкой. Если сделать заказ на данном ресурсе, товар вы не получите и деньги не вернут. В республике открылась первая академия единоборств в прикомплексной спортивной школе «Победа». Теперь дети в возрасте от пяти и старше смогут посещать такие секции, как грэплинг, джиу-джитсу и панкратион. В день официального открытия ознакомительную тренировку посетили 65 воспитанников Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда». Для них же была организована развлекательная программа и чаепитие. В Чите прошло первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Сборная команда Карачаева-Черкесии завоевала две медали Амаль Кирейтов «Золотую» и Расул Капсергенов «Бронзовую». Таким образом, Амаль Кирейтов стал двукратным чемпионом России в возрастной категории юноши. Кроме того, спортсмены, которые заняли призовые места, вошли в основной состав юношеской сборной команды страны по вольной борьбе. Команда детского футбольного центра «Победа» Карачаево-Черкесии заняла первое место на открытом детском турнире по футболу среди городов-героев и городов воинской славы, посвященном празднованию 77-летия Великой Победы, который прошел в Осентуках. По результатам соревнований лучшим нападающим признан Ансар Абитов, а лучшим вратарем турнира Биаслан Чучуев. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по республике ожидается облачное с прояснениями погода, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха до 17 градусов тепла. В горах местами плюс 4, плюс 9, свыше 3000 метров, лавина опасна. В Черкесске днем без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 17 градусов. Штормовое предупреждение. Ночью и утром 12 и 13 мая в северных и центральных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова